Июль подходит к концу, а также подошла к финалу экологическая акция «Стоп Амброзия», которая стартовала в начале этого месяца в Черкесске. Теперь организаторам предстоит подвести итоги. Как проходил сбор вредоносного сорняка, какие районы были очищены от него и насколько легко стало дышать аллергикам, узнаем в репортаже Корчибиджиева. Этим летом в акции «Стоп Амброзия» приняли участие сотни жителей республиканской столицы. Пункты приема в обмен на денежное вознаграждение граждане сдали почти 1 миллион 600 тысяч корешков вредоносного сорняка. По сравнению с предыдущими годами, количество уничтоженного аллергического растения возросло на 200 тысяч. В 2015 году было принято более 1 миллиона 400 корешков, то в этом году уже было принято более 1 миллиона 600 корешков. То есть население активничает, проявляет активность. Кто-то из-за заработка, кто-то увидел в этом какой-то вид заработка. Кто-то, аллергики, кстати, много людей, которые именно аллергики участвовали. Ну, как бы с целью обезопасить себя на будущее. Ну и жители города Черкеска. Но расслабляться не стоит, так как нельзя с уверенностью сказать, что амброзия полностью побеждена. Есть районы, где она все еще прорастает. Охватить город в целом, целиком, полностью, я не думаю, что мы пока что в состоянии. То есть за вот эти два года перерыва в связи с ковидной ситуацией мы не проводили стоп-амброзию акцию, поскольку это является массовое мероприятие. Допустим, район Зеленого острова. Там можно, ну, не прям со стопроцентной уверенностью, но смело можно сказать, что там намного безопаснее, потому что там очень много участников собирали именно там. То есть район поймы реки Кубань на самом Зеленом острове непосредственно. Как отмечают организаторы, в акции приняли участие взрослые и дети, среди которых были и аллергики. По старой традиции, подводя итоги самых активных участников, наградят грамотами и денежными призами. Карчабиджиев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.